Древнее дерево Сикамору Древнее дерево Сикамору К моменту основания деревня порядком заброшенной, но тем не менее вполне надежной и мощной. И вот об этих руинах и будет наш сегодняшний рассказ. Они имеют очень поэтичное название – замок Роджера Ломбардского. Но это почти все, что о них известно. История замка крайне мало изучена. В 1946 году, еще до образования Израиля, историки пытались воссоздать планы «Внешний вид укрепления», но военные действия помешали им. Судя по произведенным замерам, это был относительно небольшой замок с длиной стены всего 33 метра. Он был построен по всем правилам искусства, стоял на самой высокой точке в округе, с которой просматривались огромные расстояния. Впервые замок упомянут в документах от 1135 года, как укрепление крестоносцев, но в источнике ни слова не говорится, кем был тот самый Рожер из Ломбардии, который руководил строительством и в честь которого замок получил свое название. Толщина его стен разительно отличается от других строений крестоносцев на территории Израиля. По своим функциям и обустройству замок был больше похож на придорожный форт, осуществлявший охрану своего участка приморской дороги. Если прибавить к этому именное название, получается, что это было больше похоже на феодальное поместье все того же Рожера из Ломбардии. С другой стороны, этого было достаточно для выполнения своих главных функций – предоставления кровы и защиты путешественникам. Средневековая логистика Иерусалимского королевства была сколь проста, столь эффективна. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что ключевые точки на приморской дороге располагались достаточно недалеко друг от друга. Примерно каждые 15 километров стояло некое укрепление или замок, позволяющий купцам и путникам останавливаться на ночлег. Основная торговая артерия проходила на участке между Яффой и Акрой, столицей Иерусалимского королевства. Какова же была история этого замка-поместья? Для того, чтобы понять, нужно вернуться в 12-13 века и оценить обстановку в регионе в то время. Окрыленные идеей защищать святую землю от мусульман, европейцы интенсивно высаживались на земле Израиля в течение первых трех христовых походов. Побывать в них означало не только отпущение грехов, но и также возможность обогатиться, разграбив местные арабские и еврейские поселения. Кроме того, те, кто выжил, возвращались на родину и больше не могли не беспокоиться о хлебе насущном, даже если не удалось разбогатеть. Достаточно просто было превратиться в странствующего рыцаря, коих тогда очень уважали, и рассказывать в каждом новом приютившем месте одну и ту же историю про свое путешествие в святую землю. Не избалованные другими развлечениями европейские графы, бароны и даже простые ремесленники с купцами с удовольствием кормили рассказчика. Вся эта романтика дальних стран и долгих поэм никак не соединялась с реальностью, которая на святой земле диктовала совсем другие условия. Желающих воевать с каждым годом пребывало все меньше. Корабли все чаще привозили паломников, а потому крестоносцы, теряя позиции, вели отчаянную оборонительную войну. Во второй половине 13 века крестоносцы столкнулись с невероятной помощью армии Мумилюков под предводительством султана Бейбарса, который поклялся уничтожить Иерусалимское королевство. То, что не удалось сделать знаменитому Саладину, Бейбарс начал притворять жизнь планомерно и беспощадно. Абсолютное большинство осаждаемых замков крестоносцев Мумилюкский султан брал и разрушал до основания. Словно прижигая язвы на больном теле, он превращал в руины город за городом, делая невозможным возвращение в него рыцарей. В 1265 году пала Кейсария. За ней был разрушен и буквально сброшен в море Арсув, главная крепость Ордена Госпитальеров. Бейбарс сжимал кольцо вокруг главных городов замков крестоносцев на побережье, параллельно прорываясь на север, в Сирию, и ему был необходим контроль над всей территорией тыла. Замок Роджера Ломбардского ждала та же судьба. В 1277 году войскам Мумилюков осадили его и после осады, перебив защитников, уничтожили. К этому моменту замок был уже в глубоком тылу фронта Мумилюков. Он так и стоял здесь еще несколько десятков лет, пока пришедшие турки не основали деревню. Камни замка они использовали для строительства домов. Для того времени это было обычной практикой. Да что там средневековье? По сей день эти камни можно увидеть в стенах и заборах частных домов в районе Мумхалет. Форт постепенно разрушался и приходил в негодность. Природа и разрастающийся город поглотили руины замка. Снаружи и внутри он зарос растениями и превратился в заброшенную помойку. Все, что осталось от него к нашему времени, это руины юго-восточной башни, с которой когда-то дозорные смотрели за дорогой, и две стены, в южном и восточном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова